Всем привет и добро пожаловать на HiNews.ru! Вы смотрите очередной выпуск нашей информационной программы. И сегодня у нас для вас много интересных новостей из мира высоких технологий. Мы поговорим о секретном чипе в Tesla, роботах-спасателях и не только. Итак, поехали! Tesla секретно разработала собственные чипы для искусственного интеллекта своих автомобилей. Huawei 3, созданная в Tesla аппаратное обеспечение, которым будут оснащаться Model S, X и 3, чтобы обрабатывать все данные, необходимые для самоуправляемых автомобилей. По словам представителей Tesla, создавая все оборудование на дому, компания сможет сосредоточиться на эффективности. Окончательный результат, по мнению Илона, будет потрясающим. Компьютерное зрение Tesla, работающая на оборудовании Nvidia, может обрабатывать 200 кадров в секунду, а специализированные чипы смогут прокручивать 2000 кадров в секунду. Избыточно и отказоустойчиво. Кроме того, это позволит Tesla взять под контроль свое будущее. Имея собственный камень, Tesla сможет наращивать темп с любой скоростью и в любом направлении. Замена оборудования начнется в начале 2019 года. На прошлой неделе поиск жизни на Марсе стал интереснее. На протяжении десятилетий ученые вглядывались в красные пустыни этой сухой пыльной планеты, пытаясь выделить области, в которых миллиарды лет назад могла укорениться жизнь, когда марсианский климат был теплым и влажным. Но 25 июля ученые объявили, что нашли признаки наличия большого озера с жидкой водой под толстым слоем до возле южного полюса планеты. Если существование озера подтвердится, возможно, в нем мы найдем и микробов. В целом, эта находка изменила отношения астробиологов, которые хотят защитить любую существующую внеземную жизнь от уничтожения случайно занесенными видами Земли. Чтобы проверить озеро на наличие признаков жизни, нужно пробурить к нему путь, говорит Айзек Смит из Института планетарных наук в Лейквуде, Колорадо. Именно так ученые зондируют похожие подледные озера на Земле, вроде озера Восток, которые ученые из России пробурили в 2012 году. Тогда же они заявили, что озеро живет активной жизнью, но позже признали, что образцы были загрязнены. Новый робот Сенчуаро, названием и внешним видом, отсылающий нас к существам древней греческой мифологии, создан не ради забавы, а ради спасения человеческих жизней. За разработку робота стоят специалисты из Итальянского технологического института и Боннского университета. Сенчуаро был создан на базе более раннего робота-прототипа Момаара. Высота робота Кентавра достигает полутора метров, а весит он 93 килограмма. Каркас робота выполнен из легких металлических сплавов, а тело покрыто пластиком, напечатанным на 3D-принтере. Для передвижения Сенчуаро использует четыре ноги. На конце каждой ноги установлено колесо. При этом робот может так ездить на этих колесах, так и ходить на четырех ногах, сбираясь на препятствия. Помимо этого, на туловище робота расположены две руки, к которой можно подключать манипуляторы разных типов в зависимости от ситуации. Робот оснащен лидаром, камерами для ориентации в пространстве, а также камерой Microsoft Kinect для оценки глубины. Заряда аккумуляторных батарей хватит на 2,5 часа непрерывной работы. Как заявляют разработчики, Сенчуаро может легко преодолевать препятствия благодаря наган с шестью степенями свободы, а также поднимать тяжелые предметы, что идеально подойдет для проведения поисково-спасательных операций. Прошло два года после презентации виртуального помощника Google Assistant, и теперь он заговорил по-русски. Поговорить с ассистентом могут не только пользователи Android устройств, но и пользователи iOS. Развертывание обновлений будет проходить поэтапно. Сейчас эта программа способна искать информацию в интернете, прокладывать маршруты, узнавать новости и многое другое. Однако способности зависят от региона. Кроме того, нужно дать время разработчикам сервисов, чтобы они внедрили поддержку ассистента в свои продукты. Поэтому ожидайте действия от российских компаний-разработчиков. Новую версию Google Assistant с поддержкой русского языка уже можно скачать в Google Play и Apple App Store, но доступ к ней появится постепенно, пока не все могут поговорить с ассистентом по-русски, но осталось недолго. А на этом все, с вами была Frost. Ждите следующий выпуск ровно через неделю. И да пребудет с вами сила! Субтитры создавал DimaTorzok